Димитр Папмаринов-Киров Насколько большая потребность сейчас вообще в болгарской церкви в новом поколении священнослужителей? Скорее не хватает или избыток людей, которые получили образование? Я сказал, что не хватает. Но не потому, что нет людей, которые хотели быть священники, но потому, что у нас еще криза церковной институции после раскола, который был у нас. И сейчас надо преодолевать последствия раскола. До сих пор были проблемы с самого раскола. Сейчас надо преодолевать всего этого. Это нелегко. Это трудный процесс. А в чем главная проблема? Последствия в чем заключаются? Общественное мнение стало свидетелем разных неприятных ссорей между священниками. Авторитет церковь понизился. Понизился, да. Вот видите. И это не очень хорошо для нас. Но все равно мы надо этого преодолевать. И слава Богу, постепенно это идет. Это такое преодолевание. Потому что есть молодые священники, которые лучше, чем, скажем, раньше, как было. Они готовятся к лучшему, преподают по-новому. На современном языке говорят, но они на старый, неразбранный язык. Потому что это, я не хочу сказать что-то плохое, но священники, которые были до коммунизма, были очень хорошие священники. На это поколение уже ушло. И эти новые священники, которые надо служить, им очень трудно, чтобы все богословие, чтобы церковные жизнь наладили как надо. Надо быть. Потому что это старое поколение, коммунистическое поколение, они, это мое поколение, так сказать. И еще более. И еще немножко старше. Они привыкли к старому. Они не меняются. Для них быть священником это не служение, а это работа. Я постоянно говорю, что есть разница. Так что, вы видите, это такие проблемы идут. И, конечно, у них есть самое хорошее место в городах. Это новое священник там, в деревне, где никто не знает. И поэтому мне очень много молодые люди хотят стать священниками, если нет возможности развиваться. То есть, если люди получили какое-то образование по своему желанию, богословское, духовное образование, это не обязательно, что они хотят занять вот эти места и стать священниками. У них есть какая-то другая потребность, которую они реализуют потом. Да. Не обязательно через профессиональное священство. Я могу сказать, что такие люди очень хорошее дело делают в обществе. Потому что есть люди, которые становятся журналистами, другие, и они потом так помогают обществе, чтобы это, как сказать по-русски, это большая пропасть, которая была между церковью и обществом сейчас, не так большая. Они говорят на современном языке, язык, который все понимают. И это хорошо. Это медленный процесс, но все равно он идет. Я думаю, что это очень важно. Потому что, как даже самый хороший, самый, так сказать, отличный студент, может быть отличным священником. Это не так. Потому что я знаю, очень посредственные студенты были, но потом становились очень хорошими. Постоями хорошими. Да, очень хорошими. Так что... Сколько граждан Болгарской республики, я бы так уточнил, и сколько из них принадлежат к культурно все-таки к православию? Значит, Болгария, но сейчас у нас скоро будет этот... Перепись будет новая. Перепись новая, да? Да, новая. Но со старого, который был... Ну, 7 миллионов 200-300 тысяч. Те, которые живут в Болгарии. Раньше были более 8, ближе, 9 миллионов. Но миллион даже больше уже эмигрантов. Сейчас много молодые люди, все идет на запад. Сейчас границы свободные, не могут идти где хотят. И это... Это как по-русски... Тогда вытекают мозги, как говорят. Утечка мозгов. Утечка мозгов, да. То есть все-таки лучшие, наиболее способные тоже уезжают. Ну, я не сказал бы, что самые лучшие, самые способные. Но, которые знают языки, которые у них родители богатые. Но это не значит, что они самые хорошие. Есть очень бедные студенты, но которые очень хорошие тоже. И, слава Богу, потому что они в Болгарии. И тут куда-то уехать. И работают в Болгарии, да. Но из этих 7 миллионов чем-то, этнических мусульман сегодня сколько приблизительно? Ну, с этнических турок, может быть, трудно сказать, но между 600 и 800 тысяч. И есть много цыган. Может быть, полмиллиона даже больше. Так что у нас цыгане, это интересно, потому что у них есть мусульмане, есть и христиане. То есть, сейчас получается, что подавляющее большинство населения, которое живет в Болгарии, это православные христиане. По традиции. Да, по прописку, по традиции, по крещению. По принадлежности культурной. Да, культурная идентификация, так сказать, православная. Ну, самая большая проблема, что у нас нет религиозного образования в средней школах и православие более всего принимается на битвовом уровне. Понимаете, и эту проблему. А сколько у вас, скажем, приходов или священников, ну, приблизительно хотя бы, вот на такое количество населения? Ну, когда по коммунизму были, до коммунизма были, скажем, 3000. Потом, когда ушел коммунизм, были, может быть, 500-600 сейчас. Я не знаю, но может быть, 1500 или что-то такое. 1500 приблизительно приходов по стране. Да, да, да. Значит, образование религиозное в средней школе, этот вопрос пока не решен. Не решен. Он так составится в обществе? Ну, конечно, есть возможность, так свободно выбираемая возможность есть. Ну, никто не идет учиться там, потому что так сделано, чтобы дети не шли. Это просто формально сделано, понимаете? Но если они захотят, куда они? Они пойдут на, так сказать, церковью организованные занятия или государство обеспечивает это? Государство обеспечивает, но это надо свободно выбирать. А там ставлены еще другие свободно выбираемые дисциплины. Предметы, да. Предметы. Да, вот. И, скажем, если есть английский, если есть что-то другое, дети идут там. А никто не хочет. То есть тебе предлагается выбор между английским языком, изучением религии, чем-то еще? И что-то другое еще обознательное. И, конечно, программа слишком тяжелая. Родители, они воспитаны во время коммунизма. Они не хотели бы этого. И это, видите, как трудная проблема. А сама церковь, епархии и приходы как-то пытались организовать воскресные школы? Да, есть. Насколько это развилось? Это развивается в связи с тем, какой митрополит, как он активный, и какие священники, как они активные. Это, конечно, потому что породил был этот раскол. И сейчас нет единую политику, можно сказать, церковь и синода, чтобы это сделали как надо быть. И это, к сожалению, очень жалко, что так получается. Но сейчас есть какая-то борьба, чтобы в средних, в школе, в государственных школах был предмет религии. Но еще нет... Это борьба или только предложение? Или уже есть люди, которые борются за и против? Есть борьба. Есть борьба. Даже церковь настаивает, чтобы это была обязательная дисциплина. Но общество церковное, но не хочет, чтобы было бы обязательным. Даже и среди церковных... И среди церковных людей тоже есть люди, которые не хотят, чтобы было бы обязательным. Поэтому еще никто не знает, что получится. То есть этот процесс еще пока в начале находится? Да. Ну, скажем, в начале, да, можно сказать. Потому что раньше были какие-то попытки, но сейчас уже... Ну, он, как сказать, можно сказать, что один раз начинается, потом утихает, потом в начале волнообразно идет все. Мы знаем, что получится. Основная проблема состоится и основной спор, так если можно сказать, состоится в том, это образование быть конфессиональным или неконфессиональным. Есть и другая проблема, потому что государство не хочет, чтобы было конфессиональным, потому что надо осуществить такое образование для мусульман, для других вероисповеданий. Обеспечить свободу выбора. Не только свободу выбора, а просто обязанно... Надо учиться ислам или что-то другое, вот так, так, так. Или что-то нейтральное, скажем, метрика или что-то другое. Но если есть такая дисциплина, надо есть и для остальных. И вот видите, какие проблемы появляются. В 1905 году, когда происходил один из так называемых церковно-народных соборов, так это называлось, церковно-народный собор, то есть еще перед русской революцией, на этом соборе обсуждалась низкая религиозность болгар в масштабе. Вот как вы вообще бы могли, не то, что низкая или высокая, а в чем как бы специфика религиозности людей? Ну, это неправильный термин. Лучше сказать, неправильное выражение, неправильный вывод, если оценочный так говорят. Я бы сказал, что Болгария меньше религиозна, чем остальные. Проблема другая. Проблема, что они религиозно образованы, и вместо образованной веры в них есть большая суеверие. Это самая проблема. Если, как говорил Волтер, он волнодумец, но все равно сказал интересную вещь, если настоящую веру, ты выгоняешь через дверь, а суеверие идет через окно. Так что у нас тоже так получается. Народ в суеверии, это такие бытовая вера, бытовая вера, это вот, видите. Такая проблема. Но нечего народ не верит. Значит, сейчас есть инстинктивный народ, он хочет, но получает не то, что нужно. И это получилось, не как и правда, но я еще раз скажу, эти турбуляции, которые были в церкви, этот раскол, все, это 20 лет уже мы, наша церковь не может так... Вот вы даже несколько раз все время возвращаетесь в эти расколы. А вы можете сказать кратко, в чем смысл и суть этого раскола? Что произошло? Политический раскол. Политический, по каким линиям? Экономический. Значит, поскольку, как я вижу, конечно, было экономическое, как сказать, липса, не хватало экономическое сознание, скажем, но был нажим тоже на архиереев, потому что, когда упал коммунизм, была демокрация, так сказать, началась демокрация, но это не было настоящей демокрацией, демократия, только начиналась, это начальная процессия. Была турбулянция в обществе, в обществе было вот так. И тогда был нажим политический, чтобы... Это была какая-то сумасшедшая идея, но это другой разговор, чтобы церковь покаялась, церковь можно покаяться, люди покаются церковью, чтобы церковь покаялась для коммунистического, которое было, и шантажировали некоторых зерарков, чтобы покажут документы, как в русской КГБ, государственная безопасность у нас была. Вот покажут документы, они были в такой слишком трудной ситуации, и, конечно, они сделали раскол. А те, которые их нажимали на этот, они пользовались, чтобы занять территорию в Софии, чтобы быть у власти, и все эти, скажем, очень хорошее место в Софии были слишком аппетитные, так сказать, финансово. Они брали деньги с этих... То есть имеется в виду просто территории? Территории, да, они все... Которые приближают церкви. Да. Они юридически стали, так сказать, законная церковь. Вторая раскольничая церковь. Да, вторая раскольничая церковь, она поддерживалась государству тогда. И все эти деньги, которые они давали, эти здания, все, и эти деньги шли в политических партиях, которые их поддерживали, это все. Это была финансовая сторона раскола. Насколько можно сейчас сказать, что фундаментально этот вопрос решен? То есть какая сейчас ситуация? Ну, я думаю, что фундаментально решен вопрос уже, потому что это праздновалось, как сказать, по-русски. Это уже нет смысла, потому что все эти эмоции, по-русски как... Имущество. Имущество. Все эти имущества уже в каноническом церкви. У них нет финансовой базы. То есть то, что захватили часть раскольники, сейчас вернулось в каноническую церковь. Да, и сейчас у них нет финансовой базы. Много из них возвращаются уже в каноническую церковь. А вот как вот с молодежью? Если посмотреть просто вот через интернет, то по сравнению с советским временем, общее сравнение, то видно, что есть какие-то активные группы молодежи, которые занимаются изданием книг, братство есть, вот интернет какие-то, сайты, где публикуют тексты, авторы, которые пишут. То есть какое-то такое вот именно совсем молодое поколение, которое повзрослело, как я понимаю, уже после падения коммунизма. Вот насколько это активно, насколько это широко, и насколько можно ожидать от них какого-то нового дыхания и обновления. Ну, так сказать, значит, есть несколько центров, которые работают, но не так много. Потому что церковь в этом времени возвращаясь, но это все равно занимался внутренней борьбой, никто на молодежь внимания не обращал, даже когда они хотели, чтобы кто-то им помочь. Но есть такие центры сейчас и в Софии, и в других городах, есть сайты, есть диалог, пишут какие-то там стати, работают, издают журналы, даже из города Варни, скажем, или Плодове, издаются такие местные, более, так сказать, мощные приходы, они издают. Иногда в провинции, ну, как в провинции, в разных городах, даже более живы, чем в столице. Нет, в Софии сейчас, я думаю, состояние очень хорошо. Там есть хорошие священники, конечно, не все идеально, но сравнение с тем, что было раньше, есть хорошая духовная жизнь, люди уже более грамотные, чем раньше, религиозная грамотность улучшаются, это хорошо. Я смотрю сейчас по телевидению, когда, ну, есть мощь или что-то, делать интервью, обыкновенные прихожане дают очень хорошие ответы. А раньше это не было так, это значит, что люди читают. И центры православия, скажем, идут в городах уже. Но замедлилось у нас это, потому что были эти причины, которые я сказал. Потому что, когда упал коммунизм, люди ожидали церковь, голос церкви, но никакого голоса не было, к сожалению. Но когда упал коммунизм, я был в Софии тогда, и когда надо было говорить, ну, делать какие-то лекции, беседы с верующим, которые шли вот так, были люди, которые могут говорить на современном языке. В Софии были только 4-5 человек, которые могли стать и говорить свободно. Да. Понимаете? Ситуация такая сейчас в России, что у нас возникла признаваемая государством специальность, светская специальность, то есть признаваемая государством теология, и человек, который получил образование в соответствии с этой специальности, получил диплом, он равен всем другим людям, но предпринимаются усилия, чтобы то же самое произошло в области защиты научных диссертаций. Это пока у нас не происходит, и пока никакой науки, теологии, по которой можно было бы, нет. Как у вас в этом отношении? Ну, у нас, как и все остальные. Никакая проблема. Просто государство, это все государственные документы, так что есть, как и все остальные, есть трестепенная баллонская система, бакалавр, магистр, доктор, это все. То есть в Болгарии теология, как одна из дисциплин образовательных, люди получают общий диплом, и могут ли они защитить научные работы по этой специальности, которые будут равны по своему статусу, скажем, научным работам историков, философов? Абсолютно, потому что критерии однако и для всех. У нас идет постоянный процесс аккредитации. Мы отвечаем списке, как всех остальных, публикации, вот где, все. Так что в этом отношении просто железная, железная сейчас дисциплина, еще хуже становится для нас, потому что европейский модел очень жесткий в этом отношении. Там просто невозможно бегать или что-то... У вас не было же такой проблемы признания теологии в качестве учебной и научной дисциплины? Сразу, когда упал коммунизм, одно из первых вещей, которые сделали это, восстановить богословских. Мы даже раньше, чем софийский факультет, стали факультетом. Великатерного? Да, потому что они, конечно, были до коммунизма, но восстановили после нас, как факультет, но это стало, получилось, потому что это тогда говорилось, что это было одно из самых плохих вещей, которые сделали коммунисты, и поэтому статус возвратился, и все. Не было проблем в этом отношении. Сколько у вас богословских факультетов? Два. А, где больше нету? Другие места есть кафедры. Кафедры теологии, но это православные. Да, 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 да. Православные. Православные. Шумин и Пловдиве сейчас открыли. Две кафедры при университетах, два факультета, а, собственно, духовных семинарий у вас сколько? Две. Две. Чтобы была конкуренция, ну, в хорошем смысле дума, в хорошем слове слова. Да, чтобы была конкуренция, чтобы сотрудничали даже, потому что все равно мы университет, но мы секуларно светском университете, а лучше было бы, если церковь, как институция, заботовалась о своих кадрах, так что там, кто хочет быть священниками, или девушки, которые хотят только с церковью, служить в монастырях, или что-то другое, чтобы по-духовному заботиться за них. А когда Духовная Академия Софийская снова вернулась в университет, стала факультетом, она утратила какие-то элементы церковной жизни? Нет, не утратила. Не утратила, у них есть там служба, все, что самое большое проблемное у нас, великое терминство у нас, проблема с служением. Но сейчас мы здесь, строим храм, но, видимо, еще для университета. Для университета. Для университета, да. Конечно, факультет будет бежево, так сказать, служивать. По темам, которые у нас были. Вот одна из направлений, это аскетика, аскетическое предание. Вот как вы думаете, какое место аскетики, должна она присутствовать в жизни Союзной Церкви, и в какой степени? Ну, я в личном мнении, что аскетика нельзя понимать, как что-то юридическое, или, как сказать, формальное. Каждый человек, как сказать, у него есть какая-то аскетическая настройка. Но, конечно, в Церкви это, так сказать, сделано в плане духовного, в плане сугубо церковного. Так что об аскетике надо говорить, надо рассуждать, но самое хорошее, если она делается. В таком смысле, я думаю, что здесь, что я видел здесь эти разговоры, которые были об аскетике вообще, вся атмосфера говорит, что русское богословие зиждется на основе духовного опыта, которое очень важно. Для меня это очень важно, потому что у нас, так сказать, есть разрыв между богословием и церковной жизнью, к сожалению. И это одна из проблем, которые мы надо преодолевать. Вот, значит, одна из тем, это так называемые современные вызовы. Но это стало уже таким стандартным выражением, каким-то слоганом. и иногда теряешь даже понимание, о чем идет речь, когда это становится таким повторяющимся выражением. Но все-таки очевидно, что есть какие-то вызовы, действительно. Здесь о некоторых говорили. Вот на ваш взгляд, что из этих вызовов самые главные какие? И какие самые главные у вас, помимо тех, которые вы уже сказали? Ну, как сказать, в Клише всегда есть что-то устойчивое. Если оно устойчивое, значит, оно существует. Несмотря на то, что оно надевает. В этом смысле, конечно, вызовы у нас, если надо говорить, в Болгарии, для нас это, как сказать, ну, если можно так, ну, ступену, ступену, как сказать, по-русски. Градуировать, так сказать, по степени. По степени, да. Значит, самая большая проблема это секуларизация. Это самая большая проблема в всех измерениях, если можно сказать. Как сказать, на Запад секуларизация была естественная процесс. На Западе. Они принимают, как воздух и воду. Но для нас это была насилственная секуларизация. То есть, вы имеете в виду послевоенный период? Время коммунизма. Да. Эта секуларизация была насилственная. И тогда, когда был коммунизм, у нас создалась идея, слышать западные радиостанции и других вещах, что Запад рай. Когда упал коммунизм, стало встреча между двух видах с секуларизмом. Наши, которые по-настоящий идеалистический материализм, это аксуморон, но все равно такое. И когда ушли наши на Запад, видели там этот богатый мир, материальный рай у них уже не видят. И сейчас такое настроение, что секуларизм вычисляется в консумеризм. Идет консумеризм ужасный. И люди просто, как сказать, мол, становится место храма. Этот магазин, это все, что, свечи там, все, что. Это ужасно. Это самая большая проблема. Это, она связана, конечно, сама по себе с утратой ценностной системы. В обществе нету твердой ценностной системы. Если, как говорил у нас один митрополит, есть, есть, как сказать по-русски, есть в Болгарии, есть православие, в Болгарии будет болгарский народ. Нет православия, не будет болгарского народа. И это, сейчас мы видим, как распадается народность, все, потому что нету ценностной системы. А церковь, если не здоровая, если проблемная, если авторитет слабый, и народ теряет направление, теряет базу, теряет все. Вы видите какие-то необходимости и, может, какие-то формы вот какого-то богословского взаимодействия всех православных церквей? Или это не нужно делать? Это не надо сказать, но если возможно, это обязательно делать. Это очень важно для всех. Значит, я думаю, что такие встречи очень важны для нас, как православные. Потому что раньше, это ирония, так сказать, православные встречались в Советном Церкви, разных, других, международных, структуры нас собрали вместе, чтобы знали, кто мы. К сожалению, я знаю, что когда я бываю в Румынии, румынные думают, что болгары католики. Когда болгары думают, что румынные католики. Понимают, о чем идет речь. Просто Дунай очень широкая река, и вы не знаете друг о друге ничего. Поэтому надо встречаться. Сейчас глобализация, есть и хорошая сторона, чтобы разрешать нам встречаться легче, чем раньше было. Бог всегда дает, когда есть какое-то плохое, дает и что-то хорошее. Так что нам надо не только жаловаться, но и с этого возможностей, которые надо использовать. Так я думаю, что нам надо часто встречаться, знать друг друга, потому что духовная связь самая важная. Я всегда наставил, даже писал в нашей газете, что надо, отказаться Болгарской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Греческой Православной Церкви. Надо говорить Православной Церкви в Болгарии. Потому что мы веруем в одну церковь, не веруем в болгарскую, болгарскую или степскую, или греческую, русскую, или какую-то церковь. Символ веры, он очень ясен. Одну Святую Соборную Полшиновскую Церковь, церковь, это одна, и она в Болгарии, в России, в Румынии. И тогда мы будем чувствовать соборность церкви. В этом смысл соборности. Спасибо большое за ваши очень ясные, прекрасные ответы. Спасибо. 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 Спасибо.